В самом центре городского посёлка Муховец собралось немало людей. Это и школьники начальных классов, и велосипедисты, среди которых немало лиц пожилого возраста. Все они участники дорожного движения. И по этой причине акция «Сохрани себе жизнь» от сотрудников госавтоинспекции касается каждого. Если будут идти в условиях недостаточной видимости, либо в тёмное время суток, он уже станет заметен водителю. Обратите внимание, на каждом рукаве у него есть световозвращающая вставочка. Заметили? Также, ребята, должны и двигаться пешеходы. Если у вас нет на одежде световозвращающих вставок, вы должны обязательно использовать световозвращающий элемент. Это может быть любая подвесочка на рюкзачке, это может быть, ребята, брелочек. Но самое главное основное, чтобы водителям был виден ваш световозвращатель. Доступно и наглядно детям и взрослым ещё раз напомнили о том, насколько важно обозначать себя на дороге в тёмное время суток. И как правильно двигаться возле проезжей части. После столь интересной демонстрации участников, конечно же, не могли оставить без подарков. Каждому вручили специальные жилеты и фликеры, а также наклейки на велосипеды. Смотри, вот такой красивый с енотиком. Таким образом размещается он у нас на рукаве. И самое главное, размещать его с той стороны, где приближается автомобиль, чтобы ты была заметна для водителя. В связи с сокращением светового дня, увеличением тёмного времени суток, необходимо каждому пешеходу обозначить себя, в первую очередь, на проезжей части. При движении в сельской местности, я считаю, что каждый пешеход должен быть велосипедистом, обозначен, чтобы обезопасить свою жизнь. По этой инициативе, по ходатайствам перед густоинспекцией, чтобы приехали и провели эту акцию. А также заодно рассказали, напомнили, как необходимо передвигаться в тёмное время суток. Информация важная касается на и владельца гужевой повозки Александра Бурака. Он со своей лошадью по кличке Мишка стал важным и единственным в своей категории участником акции. Повозку обозначили согласно правилам. Ведь и лошадь, и самого возчика эти маленькие элементы могут спасти от большой беды. Недавнее происшествие говорит о том, что пренебрегать этим не стоит. 14 октября около 20 часов 20 минут на автодороге М10 Кобрин-Гомель границы Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело травмирован вождик гужевого транспортного средства. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Опель» совершил попутное столкновение с движущимся на гужевой повозке вождиком. Транспортное средство, гужевое транспортное средство не было обозначено никакими световозвращающими элементами. Хорошо, что установили эти элементы, чтобы они ночью сверкали, отражались и видно было, как водители едут на машине. Ребята тоже хорошо усвоили простые правила безопасности. Если не обозначить себя на дороге в темное время суток, то водитель просто не успеет затормозить. Чтобы не попасть в ДПП, надо все время носить фликер. Особенно в темное время суток. Вот такого фликера у меня никогда не было. Теперь я буду его носить каждый день. Велосипедисты тоже должны обозначены, чтобы их тоже не сбила машина. Похоже, за этих школьников можно не переживать. Они усвоили, что не стоит подвергать свою жизнь и здоровье опасности.